уже 3 серия пошла я тебя не могу сволочь отсюда выкинуть теперь это мой личный блог ребята всех приветствую на канале подожди все убирай только плохо стало да пошел смех я кайфа пошел смех почему потому что тут икона сзади а да точно я забыла что начало дать лишь но ты же рассказывал историю этого зеркала прекрасного теперь у меня конек и работы прокляты твой помощник защита от меня поставил он бессовестно залазил ко мне в голову когда я не хотела я постоянно блять владик не показывай мне вижу как у меня челка по это мне не нравится не во имя оценивая мясо на святого языке надо штаны новые покупать это было не серьезно но все успокойся мы сидим я тебе варю после этого после этого видео я тебя прокляну ты будешь тридцать раз по кругу блять ходить под себя о я похудею я собираюсь худеть ладно давай я насущно что хотела рассказать почему так старалась то я бы значить мне раздражает твой инстаграм проклятый потому что я когда захожу на твой инстаграм сейчас я включу нет я каждый раз думаю как я вы хочу заблокировать я хочу чтобы все мои подписчики пожаловались черта матери он от меня отписался недавно и кинул меня три недели я тебе лечил а я прям заметила и заметила за день до того как ты за меня обратно подписался понимаешь я популярны и меня вот не 1 больше они меньше знать учу дорожу каждым да сейчас я зайду подожди тебе бесит мой инстаграм потому что ты знаешь что я могу это выложить до появления александра у влада был свой оператор это было я у меня есть очень много кадров которые не вошли в эфир да кстати почему ира была раньше сам начаться на кладбище потому что и раз снимала видео да я была этим как-то оператор короче ирина вот ваш инстаграм чтобы все знали да достаточно ты хоть бы сказала чтобы они подписались подписываемся лайки ставим колокольчики которых там нет я всех так люблю я там так одиноко мне нужно чтобы вы согрели мне своими комментариями согрейте мое сердце ледяное своими комментариями потому что меня не греет любовь владислав меня не любит он меня только проклинает понимаете я конечно разбуждаюсь когда меня души желаете как вырытые сфотки ленте вот это я секси я была скромной до 16 лет а потом все знаете ли что два года трясешь не россию рядом с тобой короче анатолий стрельча три шестерки даже в инстаграме ты певча три шестерки единственно подписках у череватого по-другому быть не может ладно короче ирина чем я хотел сказать давай выдам правду настал момент выдать правду какую да не надо я не знаю почему ты ни разу не показала нигде своих видео первую колоду 2 вы знали товарищи что есть такая штука как колдовство с помощью картера понти когда я вам говорю что отдельно когда-то я сделал курс по тару на котором мне нет времени тебе сука пусто было да чтоб на тебя больше никто не подписался не смотрел тебя все говорили какое-то дерьмо а толика позвать чтобы меня ночью там а ты так делал раньше я спать боялась ладно рассказывать не будем об интимном на жизни моей и анатолия короче есть такая штука как практика на тару ритуальная практика с помощью тару я часто рассказывал что ира вот карта же это не только инструмент гадания просмотра консультации человека но еще инструмент для воздействия слышали таком раньше понятие как порча через игральные карты вот там крестового туза когда подкладывают на нищету на деньги может быть вам кому-то подкладывали вот есть воздействие через карты на бесноватость на запой и так далее то бишь это говорит о том что можно воздействовать с помощью карт соответственно также с помощью карта ро можно менять человека судьбу программировать его воздействовать на его жизнь снимать негативы делать на плюс на минус все зависит от состояния я ирке об этом расскажет у ира ты можешь точно так же работать и был момент тоже мнение фишеру ярки очень много рассказывал как можно воздействовать через 2 что делать и у ирия есть ее собственная колода вы видите да там всюду и на видео вот эти карты на которых она смотрит людей на приемах но это такое а есть именно колода которая у нее сделана по всем правилам как любит этот чреватый земля знаете земли должно быть так много земля должна быть везде она у нас дома в карманах при входе в спальне где-то делевые играет всюду земля с кладбищем в мешке с картами соответственно и у иры также есть травы пережженная по определенному и сделана земля и вниз колода которая в этой земле уже там много лет нарабатывается делается постоянно не иногда жалко она выглядит уже короче расскажи как ты воздействуешь вот когда те приходят там люди либо же как-то он делал матери своей защиту ставила вот расскажи как это все работает кстати и хочу сразу вот развеешь то что писали блять под каждым видео когда видели что я связана с чреватым а чреватый же засирает тарологов почему резко таро как так она резко появилась но так вы имейте разделение так 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 стоп это мы поговорим о том как отличить не до таролога и таролога ты расскажи о том как воздействовать через карты вообще расскажи о своей а своем так магическом подарки короче неси свою сумку покажи как это ты можешь подать просто вон сумочка мне всегда все подают а ты сумки сразу вот достань достань так где твоя сумка вон ну расскажи что-то пока владислава у меня теперь есть личный раб так что я хотела рассказать однажды мне влад подарил колоду таро это колода не ищите такую нигде мы сами не знаем как она она рассказать что как и почему да я не могу рассказать как она попала вода заткнись лови свою сумку сейчас бы остались без перчей я не могу рассказать как она попала ко мне и можно вопрос нельзя подожди я хочу перебить что я хочу перебить я хочу уточнить ирина почему у тебя нет магической сумки там саквояжа всего потому что на портфеля черной ткани что это за зеленая сумка смотрите какая классная это мой любимый клатч я в нем всегда вот слушайте это прям нужно распаковка чек почему у меня нет вот этой всей мистики потому что это все пыль в глаза вот и все вам скажу если ты реально что-то может что ты можешь эти с авоськой у тебя там будут карты и ты реально посмотришь сука на салфетках потому что это неважно где ты это носишь вот нужно людям продували потому что я вообще не люблю наебать своего зрителя вот там есть уверяю первое видео где нам в кругу сидит тут круг я рисовал просто так я даже не знаю какой-то хуйки там нарисовала ира мне просто хочется чтобы ты сидел на полу грудь красиво поэтому на самом деле не обстановка делает из нее сильную подожди по сильнейший вообще ты самый сильнейший для таралах да вообще-то влад это все нарисовал а потом я начала гуглить и оказывается он подсознательно рисовал круг соломона чтобы вы понимали эти знаки были в кругу соломона он просто об этом не знает сейчас она решена с вас что-то непонятное но по видно ему на диктовал на самом деле она не рабочие то просто ну да мы его там не чтобы ярко было в тик токе на кроссовках носках и карты достаточно это разве гадалка ты что ты должна сидеть в золотых кольцах вот это твоя сейчас я деда качаная губа где этот пельмень потом я просто не перекачал яркий макияж и образ страшных года длинные волосы вот эти супер пуши типичная гадалка с нарушенными ресницами и волосами а точно вижу стойте вижу и платок платок обязательно есть вот смотри смотри вот зеленый это надо пододвинуть стол упаковки сейчас я организую поляну здесь смотрите у меня зеленый платочек не распаковывай подожди уже все терели почему собственно все наживо без монтажа так сказать поближе пожалуйста спасибо владислав ой 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 высыпается реквизит моих которыми все пользуются подожди как всегда я вся в пыли нет не открывай расскажи почему зеленый платок это имеет какое-то значение какой вы используете платок это не имеет значения я просто люблю этот плодочек знаете я в свое время постоянно в нем ходила вот там где жила у меня я любитель совмещать сумки и платки вот просто ты ярко просто и да я люблю яркие вещи поэтому вот зеленый платок как ты смотришь уже миф получается о том что не обязательно какая должна быть черная ой а я всегда вече вот это вся антураж говно это все не антураж я всегда в своим своим клиентам говорю что вот я принимаю дома в своей комнате у меня может быть жирная голова извините но я не иногда не успевали просто у меня маленький ребенок который их не твой не мой кстати да ребенок не я не рожала но и мать между прочим и вот ты не всегда успеваешь там прийти и навести какой-то супер антураж расставить миллион свечек достать черную ткань вот это вот все оно и не надо это все просто пыль в глаза мне кажется я всегда так говорю главное то что ты рассказываешь людям знаете люди начинают обоевать когда ты рассказываешь жизнь да как я всегда говорю что ты можешь ходить по кладбищам и сидеть вот так в светлом белом спортивном костюме и сзади тебя девальщина блять во всю табу руководит вот и вот влад первый развел на самом деле этот миф он пришел там я помню вот больше всего мне запомнилось когда ты был в зеленой жилетке вот чернокнижник все там на битве какие-то такие замороченные не но это прикольно я не против но вот когда ты пришел в зеленом жакете это зеленый жакет да белая рубашка мы с тобой не цвет одета было в цвета не было жакет и меня это я я видела как он выходил из дома я все это видела но это в камере так смотрелось будто я не могла поверить что он чернокнижник вот это сразу так разбивает этот грёбаный шаблон то что все люди которые занимаются магией выглядит так страшно мистический как сука в гарри поттере где стоп где твоя подводка вот этот черный когда когда ты типа хочешь казаться пиздатой гадалкой сейчас многие кстати инстагадалки инстаблогеры вот эти все которые гадание таро вот это направлено ли курс свои а таро они все и вот заметьте одну политику у них одинаково так максимально окрашены черные глаза потому что они сами ничего не имеют им нужно пустить пыль глаза и дать устрашающий хотя бы вид обязательно черный мейкап ярко выделенные скулы филлеры и обязательно у нас должна быть накачанная губка а и обязательно у нас должен быть инстаграм огромное количество людей а просмотры 10000 хотя у тебя там 850 тысяч подписчиков а ты смотришь просмотра короче это рубрика но жить они думают разоблачение уже не открываем вам интересно что здесь напишите в комментариях плюс если вы хотите узнать что здесь а я силой мысли сейчас узнаю и открою этот прекрасный это мешочек пандоры и когда его открывают сюда идет такая сила сейчас влада снесет пока ты поваришь вот видите мне дали время поговорить приятно мы выпьем как снесет короче надо скрываем говорим немного как отличить гадалку от шарлатана не подавись и рассказывай убирай минуточку мне просто я так старалась и пересоху как отличить гадалку от шарлатана доставку смотреть прямо тебе глаза на самом деле все это просто вот те кто больше всего пускает вам пыль в глаза и те кто такие все антуражные там у них не знаю вот опять же тысяча колец вот такие вот черные ногти длин длинные такие что ему можно почку знаете вырвать так и и назад черный у меня не длинные под меня черный сегодня знаешь почему они черные потому что колупай земле по локоть и когда они белые они становятся серыми поэтому они должны быть еще не понять в какой-то земле колбасе я покажу я да я садовник блять я шахтер судя по всему потому что везде пепел после меня остается вечером копай да да на кладбище ям вся моя жизнь этим связана как вы можете видеть итак мы отошли темы как же отличить если вы видите вот эти вот супер кольца супер длинные ногти вот это вот все что должно знаете типичный образ гадалки вот если вы это видите то знаете что скорее всего у вас обманут почему так потому что человек который действительно может человек который действительно умеет никогда не будет заниматься вот этим вот притворством никогда не будет как-то подминать себя под другой образ вот я вот такая вот есть немножечко распиздяйка да все это понимают все это видят вот влад он на камере ну не на камере он как при работе вот просто работа вы всегда на камеру при работе он другой в жизни это другой человек хотя он выглядит везде одинаково вот сидит человек в белом костюме вы скажете что он демона вызывал 10 минут назад вот я не скажу да потому что я считаю что сила не должна быть вот она на показ да ты можешь показа ты можешь покажу вернее неправильно сказать ты можешь демонстрировать свои способности на телевидении и так далее но главное стоит с кем ты являешься на самом деле умной стереотип что если ты попал в телек то у тебя нет дара там какой-то блата актер и все остальное в моем случае точно такого не было вы еще попробуйте туда попасть начнем с этого это так надо ебашить над собой не будем об этом говорить это вот не самое интересное хотя об этом можно в в следующий раз если им станет интересно прямо рассказать возможно даже в следующем видео но сейчас не об этом а о том что если у тебя есть силы тебе диктуть я буду диктовать 24 на 7 все тебе будут диктовать даже если ты сидишь в трениках не обязательно при этом сидеть я на взгляд так же человек ты знаешь что я могу дома вечером бахнуть наша с тобой и ночные разговоры нормально да и мне начнут голос диктовать два раза сильнее мне кажется что уже толя сидит сбоку уже тоже варит наливая мы вместе сидим троем и решаем важные судьбоносные вопросы это может быть да в обычных трениках в обычных носках и трусах не имеет значения поэтому когда вот я вижу там тиктокеров разных либо же гадалок в инстаграме который еще вчера она была обычным блогером либо же он был обычным блогером а уже послезавтра он стал магом колдуном он уже стоит у нее свечи вокруг дымятся пыхтят антуражная одежда какая-то знаете вот эта маска и ничего вам не говорит и первое если он начинает давать оправдание вы ему задать вопрос почему я в жизни проблему он вам начинает говорить что этой проблемы из-за того что тебе поделана и не аргументирует это никак на часок черта матери я вот даже когда тебе расскажут что ира ты видела тоже тысячи приемов на заднем фоне видя как это происходит еще в украине происходило и я сделал одно что нужно если ты врешь ты в этом замечу негатив аргументируй четко по датам по срокам прям дать человеку вспомнить тот момент как это могло быть и при каких обстоятельствах вот так и ты работаешь потому что эти объясняют что ира нужно факты даже если человек не просит клиент факты ты должна доводить четко почему и зачем произошло указывая на его ошибки разбирая его жизнь по полочкам восстанавливая все фрагменты его жизни вот перебью вот и на приемах у меня была женщина не буду там рассказывать предысторию но на ней был четкий негатив и я и сказала я и назвала вещь в ее кухне на которую это все было поделано что было принесено в ее квартиру я и сказала что с ней сделать и посоветовала что дальше что делать дальше а если ты просто говоришь на тебе блять родовая порча умрешь послезавтра где подтверждение того что это действительно так просто запугивание и все второе есть программы для проверки инстаграмов тиктока программа для проверки того накручены ли профиль поэтому прежде чем вы идете к издаты гадалки у которой там 200 300 500 тысяч и так далее подписчиков проверьте ее профиль накручен она или нет потому что вам пытаются пустить пыль в глаза о том что вот она такая классная у нее большие просмотры и она сама сильная а это может быть совсем не так это образ который вам пытаются наставить и внушить дело не в количестве подписчиков а в качестве аудитории которая вас смотрит ну и в качестве аудитории которая в целом вам дает понять насколько это человек так сказать фанат своей работы и может вам чем-то помочь вот сейчас будет с моей стороны очень банально но ребята отзывы смотрите на отзывы вот до их оставляют не все потому что ну примерно 50 процентов людей не хотят палиться что там ты кому-то обращаешься и так далее потому что это могут быть достаточно влиятельные люди которым просто нельзя взять и рассказать что вот там и обращался к певчи я обращался к чреватому вот но многие все таки оставляют отзывы смотрите на их количество и последнее сейчас мы вызовем призываю голос выше голос выше скажите какой вы дадите еще людям совет как определить мошенница перед ними гадалка либо не мошенница холод свыше голос не молчите подписчица ну если немножко промотать лента ленту да она была психолог потом она резко стала энергопрактика вот а теперь на толь того кто ли колдун в общем вот как-то так можно просто плесать страничку какой рост вы видите профессионально короче но вот еще то что хотел принципе этом рассказать что ирка что ты не только потому что люди видят оролова ты боишься пока что ты делаешь на самом деле как ты работаешь что-то творишь просто приоткроем занавесу то что ты не хочешь говорить нам придется об этом рассказать еще голос выше можно но с профессиональной точки зрения вот самое главное правильно вы сказали чем больше антуража чем больше тем 100 процентов это фейк фейк дайте покажу уже нет не показываю я знаю что еще я всегда засерял гадалок который в своих профилях делают гадание на одну карту и вот это публичная типа ты листаешь ленту и там типа предска тут как у тебя в твоем тик токе я там инстаграме я это вообще вот противник объясню на фоне ирины чтобы это было вообще правдоподобно и по-настоящему потому что никто не должен лгать да действительно она может делать то что я делаю творит и так далее то что происходит там это как бы показывает то как она работает со стороны но это не значит что это именно касается вас поэтому гадание на одной карте и в целом гадание которое она творит своем инстаграме что что думает о тебе твой мужчина и так далее это не личный прием не консультация невозможно брать это как за чистую монету воспринимать считайте это как развлечение но вы видите как она работает карты эти гадания просто не на всех ориентированы но она имеет место быть потому что даже у меня это вот правильно это немножко другая тема даже не работать личность человеком она делаю то тяжело Ladrie кто-то много приграй от 때문 не откликается до власти откликается листать дальше если отвлекается значит значит откликается adversely modeled of не genres немножечко работает по другому это же не работа силой вот когда ты работаешь силой да ты не можешь распыляться на большое там количество людей а так карты это что приходит вот это не может переходить просто так, это приходит для определенного человека, для определенного там количества людей, потому что мы все люди и все проблемы у нас примерно одинаковые, как бы это ни было. И вот когда я говорю, почему он не пишет там и начинаю раскладывать, то это откликнется десятерым, пятерым, даже если откликнется это одному человеку, значит этот расклад был для этого, сука, одного человека. И я пахала ради того, чтобы этот один человек узнал правду, и чтобы это как-то его успокоило. Вот я об этом. Да, это не личный прием, да, я не помогу вам вот глаза в глаза, так скажем. Ира, мне кажется, ну и вон нахер, пускай даже не идут на личный прием. Пускай вот они любят, чтобы кто-то наебал. Вот пускай ищут гадалку себе в инстаграме и идут к ней на прием. Мне кажется, это лучший вариант. Вообще то есть это сейчас выглядит у нас как призр к твоему приему? Нет, к черту матери. Как ни ко мне, ни к ней, никому не идите к нам на прием. Все идем к гадалкам. К инстаграм. Не надо призывать пире, потому что иначе у нас не останется времени на съемки. Она и так постоянно занята. Вот. Поэтому, а то это мне сейчас падает. Мы смотрим какую-то рекламу Рины. Ребята, у меня ребенок есть. Что мне? Я занятый, я мама. Он уже мне мама кричит, чтобы вы понимали, на детских площадках. Там такой красивый мальчик. Ну, чем он? Я думаю, уже надо что-то там. Говорю, это не мой сын. И Лев так разворачивается. Мама. И все, он говорит, не ваш, говорите. А мы еще с ним похожи. У него цвет глаз точно как мой. И тут я понимаю, что все, все пропало, шеф. Все пропало. Давай, давай. Открываем за навесу тайны. Да, рассказывай. Открывай, я сразу комментирую что-то. Распаковка. Распаковочка, чех. Ты знаешь, что после этого все начнут тебя копировать. Начнут что-то такое творить, платки заматывать. Ребята, если вы замотаете в обычный платок обычную траву, ни хера у вас не получится. У меня для вас плохой... Какую траву? Не рассказывай. Знаете, я люблю наркотиков. Это не призыв ни в коем случае. Смотрите, что мы имеем с вами. Вот такая вот уставшая колода. Ты не трогай своими руками, пожалуйста. Я распаковочку добавил. Воняет или нет? Если бы не слышали, как-то воняет. Где воняет, то он махнет. Нормально. Так надо. Вот эта вот колода... Вот сейчас начнутся комментарии, что она гадает не на этой колоде. На этой колоде я не гадаю, потому что если каждому на ней гадать, знаете, в ТикТоке каждое видео, то будет очень сложно. Здесь у меня земля. Чем-то пережженым. Можно ближе, кстати, увеличить, показать это. Девочки, рецепт этого блюда очень прост. Здесь травы. Я не буду открывать свой секрет, какие, потому что, ну, все-таки что-то должно остаться моим, таинственным, так скажем. Вот, оставим мистики немножко. Здесь кладбищенская земля, которую, не постесняюсь сказать, помог мне заговорить Владислав. Не заговорить, а сделать. Я вот это не люблю, как бабка-шепталка, знаешь. Мы людям так проще воспринимать. Короче, неважно, земля на силу сделана для того, чтобы ты открывала человека против воли, против разума. Дождите, минуточку. У меня земля просто с карт цепится. Вот, сделал, мне помог это сделать Владислав, потому что этой земле уже тысяча дней, тысяча месяцов. Просто мы немножечко добавляем, что-то видоизменяем в силу того, как я работаю и так далее. На самом деле, здесь земля еще, когда мы начинали работать, первый раз, в Северданинске на кладбище, и уже здесь, в Москве, когда мы работали, потому... Здесь, на самом деле, земля из четырех кладбищ. Ну, неважно, из каких. Что это дает? Расскажи, как ты, как тебе, помнишь, нашептал, и ты первый раз своей маме говоришь, что, ебать, сейчас поставлю на Таню защиту. Моей маме однажды очень сильно поделали, когда я была в деревне с ней. И так вышло, у меня были с собой карты, я их практически всегда с собой вожу куда-то, что-то серьезное, когда понимаю, что не на один день. И моей маме поделали, и она начала задыхаться, ее постоянно тошнило, она ничего не могла есть, но ей было безумно плохо. И мы все думали, что это гребаная простуда какая-то, ротовирусная инфекция, я понимаю, что это, ну, ни хрена не оно. И я понимаю, что это надо снимать, а было это давненько, и я еще так близко с этим не сталкивалась. То есть я так трактую это все, я могу предсказать и так далее. Но вот чтобы прям взять и четко сделать защиту, у нас Влад просто в семье есть, он у нас, так скажем, главный защитник, поэтому он всем это делал, он всем ставил защиту и так далее. А тут я понимаю, что Влада рядом нет, Влад очень далеко. Он тогда был на битве, кажется, на первой, если я не ошибаюсь. Вот, и я знаю, что он сейчас и трубку не возьмет, а спасать надо вот здесь, прямо сейчас. И я позвала свою деву, свою силу, так скажем, взяла карты, которые мне помог сделать Влад, и начала просить, чтобы мне дали, мне помогли, мне продиктовали, что надо сделать и так далее. И я сидела, вытягивала маму из этого состояния, мне было, честно скажу, мне было безумно страшно, потому что это очень близкий человек. И я понимала, что сейчас я что-то слышу не то, если я вдруг себя накручу и сделаю что-то не так, и что-то пойдет не так, я не могу позвонить Владу опять же, чтобы он потом это все спас. Будет очень страшно. Вот, но, слава богу, я все сделала, ее отпустила моментально, и сходила, отдала откуп. Ближе к делу, что ты рисовала тогда нигде? Я думала об этом не рассказывать. В общем, теперь у меня есть... Симба. Теперь у меня есть... Давай назовем это фишка в работе, я не знаю, как просто правильно это все назвать. В общем, я беру пальцем в свой пепел окоянный, вот так вот это выглядит прекрасно. Поэтому я говорю, что у меня черные ногти, потому что я камечек. Ты там что-то начитываешь, пропустим это. Да, я начитываю, у меня есть своя начитка, вот, и я рисую полоску на лбу. И это мне помогает... Там не полоска, там какой-то прям знак был странный нарисован, ну ладно. Да, бывает по-разному на самом деле. И так происходит коннект магический, назовем это так, магический коннект. Ты его, типа, соединяешь с картой, получается? Да. Ну вот, мои карты подпитываются от этого, собственно, я от этого подпитываюсь. А они мой проводник, поэтому я соединяю человека со своей силой. И тогда я его открываю, и мне легче на него воздействовать, мне легче его увидеть. Если я кого-то чищу, там, у меня есть чистки и защиты, ну, это ни для кого не секрет. И многие люди спрашивают, как же я работаю. Ну, по факту, это так и любая ритуальная работа. То же самое, как я, когда приворот, я работаю и что-то еще. Да, то же самое все. И вот иногда сложно людям объяснить, что я вас чищу через карты. И они такие, в смысле, через карты.